Сегодня у нас хозяин аж трех миров, Алексей Сидоров, лидер металлической группы HMR, большим поклонником которой я являюсь, и сначала я с Алексеем познакомился именно как с лидером этой группы, писатель, писатель-фантаст и с некоторого времени сценарист. И вот он будет рассказывать сегодня о двух из трех своих миров, о том, как он перемещался из мира писателей в мир сценаристов. Я думаю, что для многих из вас это перемещение актуально. Леша, привет! Да, всем привет! Да, на самом деле я сейчас больше сценарист, чем писатель. То есть последний год я работаю только над сценариями. То есть здесь можно, наверное, сказать о том, что я бывший писатель. Тем, кто не знает, я немножко про себя расскажу, представлюсь. Сейчас я сценарист агентства Лига кино. Недавно, вот 1 октября, запущены съемки сериала «Пять минут тишины» для Prior Production, а потом это выйдет на НТВ. Это тот сериал, где я принимал участие. У меня там было как раз вот четыре серии. До этого я активно публиковался. С 2019 года у меня вышло шесть книг. В издательстве АСТ серия «Сталкер». Я писал постапокалипсис с ужасами, с фантастикой, со всеми делами, в соавторстве. Вот у нас вышло шесть книг. Ну, там одна сольная. И плюс десяток еще электронных изданий на различных площадках типа «Алитресса», «Алитмаркета». В принципе, можете посмотреть. Две аудиокниги. Вот. И я как раз хотел узнать, что у нас за аудитория сегодня. Кто из вас… Еще важный вопрос. Смотри. Меня часто спрашивают люди, а можно ли стать сценаристом, работать сценаристом, если ты живешь не в Москве? Вот, Леша, пример как раз такого человека, который вполне успешно это делает, живя в Кирове. Да. Причем работаю с московскими продакшенами совершенно спокойно. То есть, никакой здесь проблем не существует. Но здесь… Это сейчас как в качестве вопроса, Саш, или мне отвечать? Нет, нет, нет. Я просто хочу это подчеркнуть, потому что меня люди все время спрашивают об этом. И есть люди, на самом деле, которые не только живут где-то в регионах, да, а, например, живет человек где-нибудь в Финляндии, да, или во Франции. Вот. И, а как работать? А можно ли? Да. И вот ты как раз… Мне хотелось бы тоже, чтобы ты об этих, да, нюансах рассказал, да, того, мешало ли это, помогало ли, да, то, что ты не, допустим, не можешь присутствовать ежедневно на встречах на каких-то. Если зайдет речь, расскажи об этом тоже, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Извините, я перебил? Да, нет, ничего страшного. Значит, кто у нас сейчас писатель, у кого есть изданные книжки, пожалуйста, напишите в чат, это очень интересно. Вот. А кто сценарист, у кого есть уже вышедшие какие-то фильмы, или, может быть, в производстве? Вот. Просто сориентироваться. Напишите, пожалуйста, в чат. Значит, для чего вот сейчас становиться сценаристами? Давайте немножко об этом поговорим. Ну, во-первых, речь об охвате аудитории, да, то есть, вот сейчас я запущу полноэкранный режим. Саш, демонстрацию экрана я могу включить, да? Нажал, я нажал, все, ты сейчас должно запуститься. Вот сейчас есть, да? Да, 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 сейчас оно. Да, вот смотрите. Почему сейчас сценаристам быть круче, чем писателям? Давайте начнем с этого. Во-первых, охват аудитории. Вот. В большинстве своем книги сейчас издаются тиражами 2-3 тысячи экземпляров, даже если это переводные. Особенно, если это какие-то межавторские серии, типа, ну, там, фантастики, хорроры этого же Сталкера. То есть, 2-3 тысячи тираж — это стандартная цифра. Вот. Даже какие-то крутые авторы в этих сериях, типа этого же Силова у нас в Сталкере, вот он, доп. тиражи у него были, но он был одним из сотен других, у кого, в принципе, тиражи были, ну, там, 6 тысяч, ну, побольше, да. Вот. Таких немного. Если вы не Лукьяненко, не Глуховский не начали, там, 90-е годы, то ваши тиражи никогда не сравнятся с рейтингами и с количествами просмотров на телеканалах, например, на этом же НТВ или на каких-то платформах, которые могут быть... И сотни тысяч, и миллионы, и больше. Могут быть DVD, ну, сейчас это уже не так, наверное, актуально, но, в принципе, раньше еще переиздавали на DVD, в общем, за счет этого. Потом повторные показы на телеканалах, то есть аудитория... Да. Не-не-не, извини, я просто жене хотел попросить, чтобы она кофе принесла. Все, я звук выключаю. Я тоже попрошу, чтобы мне кофе принесли, пожалуйста. Вот. Значит, если вы не зашли в 90-е годы и вы не Лукьяненко, то большими тиражами, к сожалению, вы похвастать не сможете никогда. И, соответственно, жить на гонорары с этих тиражей вы тоже, в принципе, никогда, скорее всего, не сможете. Здесь мы переходим ко второй теме – это оплата труда. То есть вот в межавторской серии, когда я работал, мы писали обычно роман за 2-3 месяца. Это считалось очень быстро. То есть многие работают и полгода, и год, и больше со всеми там вычистками, со всеми делами. Кстати, напишите, сколько вы сами работаете над романом. Даже интересно посмотреть статистику. Вот. И, соответственно, 2-3 месяца, и потом на руки получаете гонорар в районе 20-30 тысяч рублей. То есть вот эта вот оплата работы, на которую не то, чтобы выжить, а вообще нормально существовать, но в принципе невозможно. То есть в любом случае должен быть какой-то там дополнительный труд, если вы писатель. Может быть, у топов, там, After Today и прочие, есть возможности побольше, но это надо писать там какой-нибудь бояр аниме и прочее, которое я категорически, например, не приемлю. Я просто не понимаю, как это можно в принципе читать, не то, что как бы писать. А, значит, труд сценариста, он оплачивается гораздо-гораздо больше. Да, и здесь цифры, ну вот у меня написано, допустим, от 100 тысяч рублей, но даже серия, например, часового сериала, вот какое-нибудь приключение детектив для канала НТВ может стоить в районе 150-200 тысяч рублей, ну, 52, там, 48-52 минуты, да, стандартная серия. Но здесь, конечно, надо понимать, что это если вы ее делаете прямо вот от начала до конца, то есть от начала до конца все этапы, заявка, там, синопсис, расширенный синопсис по эпизодный план, диалоги, это все вы пишете, тогда получаете, да, вот вы эти деньги. Если работает кто-то еще, например, диалогист, соответственно, вы делите эту сумму с диалогистом. Например, получаете не 100 тысяч, фу, не 150 тысяч, а 100 тысяч рублей, 50, там, уходит с серии, там, этому же диалогисту. Вот. Сценарий полнометражного фильма в районе миллиона рублей. Ну, это такая средняя температура по больнице, на самом деле, может быть больше, может быть меньше. Я встречал, честно говоря, суммы и 100 тысяч рублей, плюс какие-то там проценты с проката, и 400 тысяч рублей. Ну, в общем, как бы, но миллион – это такая вот средняя цифра, на которую, в принципе, можно ориентироваться при полном метре. Если вам интересно, прям вот про гонорары сценаристов подробнее, я рекомендую телеграмм Валерия Федоровича, это продюсер Перевала Дятлова, наверняка смотрели эпидемию. Вот он в своем телеграмм-канале подробно описывает схему распределения денег, да. То есть, кто сколько получает, там очень много цифр. Если нужно, я могу потом скинуть куда-нибудь ссылочку на него, да. Но там, смотрите, все очень сильно отличается от того еще, насколько вы зарекомендовали себя, да, на рынке. То есть, если вы новичок, соответственно, вам платят там по минимальной ставке. Если вы уже какой-то известный сценарист, вам платят больше. И какие-то топовые сценаристы могут получать там по 10-15 миллионов за серию сериала. Вот. Есть у нас такие, но их буквально десяток в стране, поэтому надо стремиться ими стать. Вот. И для этого есть вполне сейчас возможности, мы о них немножко попозже с вами поговорим. Но я хочу сказать, что деньги, в принципе, это не главный фактор вообще для перехода. То есть, есть и другие факторы. Вот, например, другое измерение творчества, да. То есть, у вас может быть книга, может быть там серия книг, может быть аудиокнига, может быть серия аудиокниг. Потом это все трансформируется в сериал, потом в полнометражный фильм. Это все разные грани вашего творчества, которые каждый раз будут звучать по-новому. Это примерно то же самое, что повторно переживать роду собственного ребенка. При этом посмотреть, что он каким-то образом еще и меняется, оказывается. Это каждый раз какое-то удивление. Смотреть на экране, как оживают твои персонажи, это очень большой кайф. Я надеюсь, вы все станете сценаристами, кто еще не стал, все попробуйте. Ну и понятно, что сбыча детских мечт, от этого никуда не деться, потому что кто в детстве не мечтал о своем фильме. Лично моя литературная карьера началась как раз с пересказа в стебном ключе голливудских блокбастер. Я писал, например, про Рэмбо, он у меня был Пэмбо. Пэмбо, не помню, почему Пэмбо. В общем, в темном ключе я пересказал все три части в рукописи. Надо где-то найти, потом посмотреть, как это все сейчас будет ощущаться. В общем, мне кажется, это вот главный. То есть, если вы заходите только за деньгами, ну, как бы будут вымоченные конструкции, будут сюжеты без искры и прочее. Ну, то есть, мы не останочники, мы не люди, идущие на завод. Мы все-таки занимаемся созданием миров, и это, мне кажется, самый главный вопрос. Если вы будете заниматься именно созданием миров, то все остальное, оно постепенно приложится. Вот. Значит, почему, мне кажется, сейчас... Так, я тут перенесу ночь. Да, почему сейчас самое время? Сейчас очень большое количество платформ. Они все запускают какие-то проекты. То есть, у нас есть там ОКО, Мори ТВ, Старт, Кинопоиск, прочее. И везде выходят какие-то сериалы. Везде, 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 везде. Они пытаются накрутить собственную базу подписчиков, собственную базу фанатов, которые смотрели бы их платформу, аккумулировали у них там деньги. И на каждый проект каждый раз нужны какие-то люди. Да, нужны новые имена, нужны новые сценаристы, которые будут эти сценарии писать, будут эти сериалы запускать. Потому что этих ресурсов, которые есть на данный момент, их катастрофически не хватает. Многие сценаристы расписаны там на годы вперед. Но тут, к сожалению, ситуация вот с военной операцией, она, конечно, тут внесла коррективы. Многие резко освободились и прочее. Но мы как бы в эту ситуацию тоже будем касаться. Но, в принципе, тренд идет на увеличение контента. И он в ближайшее время никуда не денется. Люди будут смотреть кино и сериалы в любое время, даже если оно неспокойное. Но при этом, при том, что нужны свежие кадры, вы всегда столкнетесь с таким парадоксом, что продюсеры и редакторы, они предпочитают работать с теми авторами, кто им знаком. То есть вроде нужны свежие лица, а с другой стороны они любят работать с теми, кого уже знают. Но это, в принципе, как в любой другой профессии. Ну вот смотрите, у меня одна из поставщиков еще главный редактор газеты, сайта. И если я, например, беру практиканта, ну я просто аналогию провожу с молодым сценаристом. Вот я беру, например, практиканта, даю компьютер, сажу делать какую-нибудь новость. И я не знаю в итоге, какой выхлоп я получу потом от этого человека. То есть насколько быстро он или она справится, насколько квалифицированно он или она сделает вот это. Может быть мне придется там 10 раз самому переписать, может придется мне гонять несколько раз, чтобы человек переделывал. И в итоге за это время другие журналисты сделают кучу новостей. И то же самое в продакшене. Другие сценаристы более опытные, сделают много, большое количество работы, пока вы там трудитесь, например, над заявкой. И поэтому редакторы и продюсеры любят, чтобы молодежь прошла хоть какой-то отсев. Ну это в том числе питчингами, сценарными конкурсами, заходами в сценарное агентство, ну и прочее. Мы об этом тоже с вами немножко поговорим. То есть работать с комфортными авторами. То есть наша задача стать тем самым комфортным автором для продюсера, редактора, и которому он будет постоянно-постоянно обращаться за новыми-новыми, так скажем, идеями и сценариями. Вот. Разберемся немножко с причинами вашего перехода. Вот я хочу, чтобы вы написали в чате причины вашего перехода. То есть вы хотите стать именно профессиональным сценаристом? Или вы хотите экранизировать там собственную книгу? Если можно, напишите в чате, то есть причины вашего перехода в профессию. Но сразу скажу, что для обеих причин выход только один – стать профессиональным сценаристом. Почему? Потому что если у вас нет какого-то национального бестселлера типа этого же «Сердце Пармы» Алексея Иванова, который вот вышел в прокат на этой неделе, который был бы издан там какими-то запредельными тиражами, то рассчитывать на экранизацию не приходится. То есть с тиражами в 2-3 тысячи экземпляров, в принципе, продюсерам вы, скорее всего, не интересны, потому что надо заплатить вам за покупку прав. Это даже вот до всей этой истории было в районе там, по-моему, 300 тысяч рублей в среднем, да, то есть выкуп прав на книгу. Потом нанять сценариста, который бы все переделал там у вас, выстроил грамотную драматургическую структуру, отсеял ненужное и прочее. То есть и причем надо нанять сценариста не просто как бы с улицы даже, не новичка, а какого-то профессионального сценариста, потому что работа с адаптациями, она намного сложнее, чем просто со сценариями. То есть адаптировать книжку всегда сложнее, при этом надо удовлетворить фанатов, которые именно книги, и показать хорошее кино. Это часто вещи такие не совсем совместимые. Вот, поэтому рассчитывать на то, что кто-то заинтересуется вашей книгой ради экранизации, ну, скорее всего, нет. Тут проще взять как бы на себя эту ответственность, обучиться, пройти там сценарные курсы и попробовать переделать вашу книгу, вашу идею в сериал, в полный метр и прочее, и заявиться с ними на питчингах. Дальше немножко о проблемах перехода. Ну, во-первых, я думаю, что вы уже знаете, что сценаристика, она кардинально отличается вообще, в принципе, от прозы. Отличается, во-первых, жесткой драматургической структурой, причинно-следственными связями. То есть если в книжках еще нужно, худо-бедно. Понятно, хорошие авторы так не делают. Но давайте, что греха таить, если вы работаете в межавторской серии или пишете книги по 2-3 тысячи экземпляров, вам надо каждый раз писать их так, чтобы они раз в 2-3 месяца выходили. И то, если издательство на это пойдет. То есть многие не любят, когда одного автора очень много выходит в году и залеживаются там остатки и прочее. Их же надо всех распродать туда-сюда. Поэтому давайте мы вас попозже сгоним. Начинается вот эта вся история. Короче, а тебе же надо, блин, как-то зарабатывать. То есть ты пишешь книжку, и вот эти свои сраные, грубо говоря, там 20-30 тысяч рублей еще как-то надо с них выбить. То есть это, ну, вот я немножко ушел опять в другие степи. Короче, да, кстати, про 20-30 тысяч рублей, это вот в сравнении со сценаристикой, это столько может стоить, ну, и вот у меня, например, стоила сценарная заявка. Да, сами понимаете. Над книжкой вы работаете 2-3 месяца, пишете, 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 ну, это в лучшем случае полгода, год. Вот, а над заявкой можно ее написать вообще за один день. Да. Я обычно пишу, правда, за 3 дня, то есть 2 дня на саму заявку и третий на редактирование, чтобы выстроить какую-то более-менее такую же структуру, чтобы она была достаточно жесткая, проверить ее, и что все работает действительно. И КПД получается несравнимо, да. То есть или там полгода, или тут, ну, как бы, ну, хорошо там, если будут еще правки от редактора, там, и прочее, там, ну, неделя, там. Ну, может, 2 недели, да, на заявку потратить. Но все равно это какие-то несравнимые вещи. И поэтому, если вы решили все-таки переметнуться из одной специализации в другую, в сценаристику, то вам стоит обязательно учиться на сценариста. Причем учиться именно в сценарных мастерских. То есть не какие-то эконом, лайт-версии, там, за 20 тысяч рублей, где вы получаете только видео-лекции, там, какой-то план работы, еще что-то. Я сколько видел таких штук. Это не работает. Почему не работает? Во-первых, потому что в сценарной мастерской у вас есть куратор. Вот, например, у Саши Молчанова в сценарной мастерской, он читает ваши задания, он дает вам какую-то обратную связь, и вы по ней работаете. То есть есть человек, который наставляет вас, проверяет ваши знания и дает работу в нужном ключе. Если же вы начинаете заниматься самостоятельно, есть риск всегда интерпретировать информацию неправильно. Например, я занимался по... То есть начал самообучение, накупил кучу учебников, они у меня все до сих пор есть, еще пополняются. В принципе, все, что выходит по сценаристике и по кино, у меня так или иначе присутствует в библиотеке. Так вот, там все эти маки, труби, ваглеры, там, прочее. Филд, вы все их знаете прекрасно, эти товарищи. Но когда вы начинаете работать по ним, вы можете неправильно интерпретировать полученную информацию и пойти просто-напросто не в том направлении, которое вам нужно. Например, это проблемы из-за перевода в том числе. То есть один термин может значить в книгах одно, а в нашей индустрии он даже может значить в разных продакшенах. То есть если с вас просят, например, тритмент в продакшене, пришлите мне тритмент, пожалуйста, надо попросить у них как бы вот не даже не сомневаться и не париться, что у вас подумают. А пришлите, пожалуйста, пример вашего тритмента, какой вам нужен. И вы увидите, что в разных продакшенах требования даже к тритментам разные, к синопсисам разные, к заявкам разные. Все понимают это как хотят абсолютно. То есть нет какой-то стандартизации и поэтому сложно воспринимать вот из этих учебников, из этих лекций информацию и как-то ее интерпретировать. Я, например, логлайн даже, оказалось, что я его неправильно понял, неправильно начал конструировать логлайн. И только когда я поступил на сценарный курс свободного кино, поворотный пункт, там уже мои кураторы, Анна Андрушевич, Олег Яручев, они в меня вдолбили уже. Что значат те или иные вещи? Опять же, на практике. То есть все на практике, все через свои шишки. Это просто как бы обязательная вещь. И тут еще надо понимать, что кино – это все-таки командная работа. То есть если вы с книжкой своей были капитаном на корабле и могли каким-то образом отвечать только вы за этот текст, который вы... Ну, понятно, там читатели могли как бы голосовать рублем, если книжка такая не очень, проще говоря. Но, тем не менее, только вы отвечали обычно за контент и то, что там будет. Даже редактора, есть литературные редактора в издательстве, даже они читают очень поверхностно. Это не та работа, которая, например, идет за рубежом на Западе, и когда книги полностью переделываются и подгоняются, опять же, под сценарные структуры какие-то. Там это все знают, хорошо применяют. У нас такого нет. У нас литературная вычитка очень поверхностная. Потом еще поверхностно посмотрит корректор, и в итоге книжка выходит там с тяп-ляпами, с роялями, торчащими из кустов, которые ты не заметил в этих вот попыхах там что-то делая-делая, набирая тексты. У меня, например, была норма две с половиной тысячи знаков в день. То есть я работал, вот я садился, наливал себе кофе, включал музыку в эти же наушники и погнали. Все, две с половиной тысячи слов я как бы должен выдать. Как не крутить. Это просто потому, что мне надо регулярно было выдавать книжки на гора. Понятно, что при такой гонке ни автор, ни редактора, ну, они не могут там все ошибки усмотреть, поэтому, ну, вот. А кино – это командная работа. Здесь над вами будет не только редактор, да, редактор продакшена. То есть сначала какая структура? Если вы работаете в сценарном агентстве, значит, сначала редактор сценарного агентства посмотрит, потом посмотрит редактор продакшена, потом посмотрит редактор канала. А если вы пишете для канала, а до этого еще может посмотреть там исполнительный продюсер, креативный продюсер, может посмотреть генеральный директор, если вы генеральный директор продакшена, если вы, например, темная лошадка. И вот у меня так было, например, я только заходил в этот же сериал «Пять минут тишины», то есть у меня генеральный директор тоже смотрел мои серии, и тоже там какие-то правки. И вы должны постоянно быть готовы наступить на собственное эго, все эти правки внести, причем внести так, чтобы конструкция вообще не развалилась, не стала хуже, а стала лучше. Да, то есть мы же понимаем, что не все люди исходят из соображений, вот как сделать лучше тексту даже в киноиндустрии. Некоторые работают над тем, чтобы внести какой-то свой вклад, стать соавтором. Я тоже с таким сталкивался. Это тоже надо как-то переживать, потому что сценарист далеко не главный в этом кинопроцессе. На площадке режиссер, а в работе над проектом обычно продюсер, ну и до этого еще редактора, всех мастей там и продюсеры тоже всех мастей могут на этот процесс влиять. Поэтому надо быть к этому готовым. Правки могут быть как по самому материалу, а так вот и просто чтобы там я это называю литературными порывами или порывами сотворчества, как это можно назвать, то есть когда допустим редактор канала пишет а давайте вот он тут не просто ну как бы там его оттолкнет а ударит давайте ну пожалуйста еще там напишет пожалуйста ну ну это хорошо что если это допустим ваш драматургический конфликт как-то очень хорошо ложится а если как бы это ну притягивать ну тогда надо отстаивать какую-то свою идею но зачастую если вы новичок вам придется все эти требования так или иначе исполнять и при этом следить чтобы структура не стала хуже а стала лучше вот но давайте наконец к самому главному перейдем как все-таки дойти до этой работы то есть как пробиться в индустрию я думаю что все ради этого собственно говоря здесь сегодня и собрались вот обсудим способы и первый способ с которого я лично хотел начать это тот который благодаря которому я попал в киноиндустрию это участие в сценарном агентстве в качестве автора в свое время я увидел пост у одного из основателей лиги кино Олега Богатого о том что они набирают сценаристов новое сценарное агентство оно организуется и им нужны авторы я собственно говоря под этим постом написал там была форма я ее заполнил отправил и благополучно как бы забыл про это дело у меня вообще есть такое правило что если что-то интересует я ввязываюсь как говорится в драку и потом смотрю что получится часто этот способ у меня очень сильно работает вот и потом через некоторое время мне написала редактор агентства Елена Ганитеева попросила работы я прислал у меня там был полный метр были короткие метры по-моему сериальные разработки и опять же не зацикливаясь на том возьмут меня не возьмут меня я это все дела отправляю и спокойно себе работаю там над какими-то другими своими проектами вот и потом оказалось что мои проекты в принципе устроили мы подписались я сейчас сценарист агентства Линии кино работаю по договору за процент обычно процент со сценарем агентства составляет 19-20 процентов но поверьте это стоит своих денег почему потому что когда вы работаете с продакшенами вы уже не просто хрен с горы то есть вы не просто человек который там с улицы где-то человек который прошел какой-то отбор то есть прошел отсев я вам говорил про комфортную работу говорил что редакторы и продюсеры любят что человек уже как-то себя зарекомендовал так вот отсев сценарем агентства это есть как раз эта рекомендация которая работает на вас то есть вы уже какой-то Это более-менее человек, который претендует на лавры профессионала и просто так с сценарной агентством ни с кем работать не будет. Поэтому отношение уже другое. Второй момент. Есть постоянно большое количество брифов. Брифы – это технические задания от продакшенов, от каналов, которые поступают в сценарные агентства и которых вы просто так на просторах интернета никогда не найдете. То есть все вот эти группы на фейсбуках, во Вконтакте, процент того, что там что-то выпрыгнет где-то, очень мал. Обычно в сценарные агентства уходят все более-менее значимые брифы в различные сценарные агентства. У нас там есть Stardust, Лига кино, еще несколько. Или прямо сразу в продакшен. То есть некоторые каналы, например, работают с теми-то продакшенами или какие-то платформы работают только с теми продакшенами и все. Уж как продакшен привлекает молодых авторов, это в принципе другой вопрос. Так вот, брифы, технические задания, на которых расписано, может быть очень подробно. Прямо на 10-12 листов, кто герой, как драматургическая структура строится. Например, столько-то там должно быть снов у главного героя, которые он должен пройти, чтобы разгадать загадку и вот эту детективную, которая в общей серии должна в конце выстрелить. А могут быть простые брифы, типа нам нужен детектив, четырехсерийка, в духе таких-то референсов. Все. То есть брифы совершенно разные. Опять же, работа по брифам, она не гарантирует того, что даже если ты в сценарной агентстве, она не гарантирует того, что тебя прям сразу возьмут. То есть она гарантирует только то, что эти работы посмотрят, посмотрят внимательно, в отличие от того, что прилетает в корзину продакшенов, ну, такую публичную. Мы про нее говорим, на самом деле это мусорная корзина. Ну, тоже опять же про это скажу. И как можно зайти еще? Можно, тоже хороший способ, опять же он работает на вот эту комфортность, на узнавание, это участие в различных конкурсах и сценарных питчинга. У нас их очень много проводят как киношколы, так и фонд поддержки регионального кино, другие организации, они все проводят какие-то питчины, московские питчины дебютантов и прочее. И здесь, если вы прошли обучение, опять же там, например, у Александра Молчанова в сценарной мастерской, у вас по факту на руках должен быть какой-то сценарий, а может быть даже не один. То есть есть какой-то сериальный проект, например, или полнометра вы написали. И вы уже можете его куда-то вот на эти питчинги отправить и попытаться презентовать свою идею. И опять же, здесь надо участвовать чем больше, тем лучше. Рано или поздно количество перерастет в качество. Поначалу вы будете получать либо отказы, либо в принципе ничего не получать, никакой обратной связи. Но если вы параллельно учитесь, если вы параллельно совершенствуетесь, то рано или поздно удача вам улыбнется. Я, например, так зашел в лабораторию полнометражного кино и сериалов от Фонда поддержки регионального кино с проектом «Возвращенец», «Черная комедия», «Хоррор» на основе моей короткометражки. И, собственно, здесь мы переходим к еще одному способу. Так, я даже забыл немножко слайд переключить. Значит, третий способ – это снять свою короткометражку. Если у вас есть режиссерское образование, это очень хорошо, и это вам сильно поможет в плане того, что вы можете какую-то свою идею уже, грубо говоря, трансформировать в кинообразы. Вот, собрать свою команду, как у меня было, например, с короткометражкой «Возвращенец», собрал команду в Москве, причем сам живу в Кирове. Это к теме проблемы о том, как можно собрать. Можно собрать через WhatsApp. «Сегодня кинул клич, завтра у тебя уже 40 человек команды». У меня такое было. То есть никакой проблемы здесь нет. Если вы учились в киношколе, у вас должна быть вот эта система коворкинга, нетворкинга, или как ее назвать, комьюнити, которая вокруг вас полно молодых кинематографистов. Даже если они в Москве, они в любом случае на связи в WhatsApp, в Telegram, в Facebook, в Instagram, везде. Вы можете им написать или закинуть в чат «За еду и ласку». Есть в Telegram такой чат, запишите «За еду и ласку». И они бесплатно могут поработать в вашей команде. Понятно, надо какой-то провести там отсев и прочее. И в принципе, даже если у вас нет режиссерского образования, есть только iPhone, то в принципе даже можно снять какой-то макюментарий, видео, фильм, и это сделать какой-то своей фишкой. И потом через фестивали, через показ на фестивалях, или просто показ каким-то продюсерам, прочие свои задумки, можно пролоббировать идею дальше. Вообще стоимость качественной короткометражки в районе от 100 тысяч рублей, 100-300 тысяч рублей. Я знаю короткометражки, которые снимались и за 500 тысяч рублей, например, в районе полумиллиона. Вот как раз был «Сталкер», «Сердце ангелов» Саши Вороненко, где я был автором сценария. Соответственно, это еще один способ. А потом вы, то есть здесь какой плюс? Вы уже создали каких-то героев, вы уже размяли мир, вы уже знаете, что в принципе может быть дальше, и можете создать сериал, например, по этой короткометражке, или полноветражный фильм дальше развить. И таких историй очень много. Мне, например, мой мастер курса Владимир Кудряшов посоветовал сделать сериал. Точнее, как бы эта идея у меня возникла. Я ему написал, а что, может быть, да? Он говорит, конечно. Ну, как бы ты почему еще спрашиваешь, почему еще не пишешь сериал по своей короткометражке? Ну, как бы я сел, написал и отправил. Вот, пожалуйста, сейчас мы в формуле пути, в лаборатории, сейчас доводим как раз до ума, и будет в декабре питчинг, на котором, в принципе, будем претеновать на миллион рублей. Миллион рублей – это не на производство, чтобы вы знаете, потому что производство стоит намного дороже. Это просто, как говорится, плюшка сценаристу, гонорар, так скажем. Вот, значит, есть еще старый, но рабочий по-прежнему способ – это написать продюсеру в соцсетях, благо все они присутствуют. Кто-то из них, конечно, вы там не найдете, например, ВКонтакте, кто-то до сих пор только там на Фейсбуке, хотя там только через VPN выходим на него, например. Запрещенная в России соцсеть, признанная экстремисткой, там та-та-та-та-та, но это на всякий случай скажу, вдруг органы бдят. Вот, и всех этих людей вы можете по-прежнему найти, написать им, представить какую-то свою идею. Вот, единственное, у меня, например, тоже так было, я связывался, например, с Вадимом Верещагиным, это директор Централ Партнершип, он же продюсер, я им отправлял свой полнометражный проект, вот, ужастик, ну, из-за этого, конечно, ничего не вышло, вот, но, тем не менее, я отправлял ему напрямую, то есть, как бы через человека, он мне дал своего ассистента, потом передал ему, то есть, он сценарий читал, но это все делается по предварительной договоренности, то есть, не надо ничего спамить прямо в личку, в мессенджер социальной сети, вот, посмотрите мой сценарий, и сразу же давите там кнопки, и, пожалуйста, вот, вот, еще, 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 а лучше посчитайте серию книг на Литресе. Никто этого делать, конечно, не будет. Поэтому по договоренности, если продюсер согласился вас почитать, ну, пожалуйста, отправляйте ему, отправляйте, пожалуйста, в рабочее время. Если только по договоренности вас не, там, не на какой-то вечер, и не на выходные, это может быть предварительная договоренность, да, на выходные, то отправляйте только в рабочее время, потому что у всех есть свои дела, продюсеры тоже люди, им тоже надо когда-то там отдыхать, хотя большинство из них тоже работает по выходным, но они не любят слишком сильного вторжения в свою, как говорится, частную, личную жизнь. Вы можете туда вторнуться и попасть в черный список потом, просто потому что не подумали, что у людей тоже есть выходные. Вот, поэтому осторожно, но можно. Значит, есть, да, еще один старый, практически нулевой эффективности способ, но не нулевой. Это рассылка по ящикам продакшенов или телекомпаний, которые специально для сценариев, то есть у них прописаны в контактах. Вот. Дело в том, что 99% того, что попадает в эти ящики, это лютая графомания. Это такой трындец, что просто вырви глаз. С картинками, с какими-то надписями, там, готическим шрифтом и прочее. То есть очень много неадекватных людей, очень много людей, которые не понимают разницы между писательством и сценаристикой, но тем не менее шлют свое, шлют и шлют и шлют и шлют. И ссылки на Литрес в том числе тоже шлют. Вот. Поэтому редакторы пробегают там очень бегло, очень быстро, если пробегают. Большинство таких писем отправляются сразу в мусорную корзину. 99%. Ну, как бы хотите вместе с мусором потусить, ну, попробуйте. Вот. Может быть, выхлоп, может быть, да, но такой способ очень, как бы, с низким КПД, так скажем. Вот. То есть вы можете отправлять, 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 а в итоге по факту, как бы, ваше уязвленное самолюбие, эго и прочее. Вот. Может, по факту просто этот ящик, как бы, даже не смотрят. И, может быть, давно уже удалено ваше письмо. Вот. И прочее. Особенно, если вы не озаботились пунктом, про который я говорил вам ранее, и не начали сценарное обучение в сценарной мастерской под предводительством куратора, да, знающего человека. И такой вот неочевидный способ, но, тем не менее, пока вы все это делаете, вы в сценарном агентстве, участвуете в питчингах, снимаете свои короткометражки, там, пишете, там, продюсеру даже. Вот. Вы постоянно расширяете список своих знакомств, обрастаете связями. Это одна из, в принципе, один из главных принципов продвижения, вообще попадания в киноиндустрию, потому что те люди, которые с вами учились, могут стать, там, ну, грубо говоря, сосед по партии может стать режиссером, продюсером. Если даже вы в онлайне учитесь, то, пожалуйста, ну, как бы, там, может человек стать вашим соавтором, например, да, в сценарии. Вот. Точно так же он может быть режиссером. У меня, например, я учился в свободном кино и параллельно на режиссерском. Я учился на сценарном курсе, а Вороненко, Саша, учился на режиссерском курсе. Вот. И нас свели преподаватели, при том, что он в Москве, я в Кирове, да, то есть вы разницу эту, как бы, и нас свели преподаватели. Вот, говорят, ты вроде как сталкер пишешь, Саша у нас там хочет по вселенной этой что-то снимать, да, может быть, вы сконтактируетесь и что-то сделаете. Мы сконтактирулись и что-то сделали, пожалуйста. Коментражный фильм «Сталкер. Сердце ангела» вышел даже на Ютубе, он есть, можете посмотреть, там, полчаса, по-моему, версия. 30-40 минут есть разные версии. Вот. И, то есть, и те же люди, с которыми вы постоянно общаетесь на питчингах, могут вас заметить и пригласить в какой-то уже свой проект. Поэтому старайтесь быть со всеми внимательными, со всеми обходительными. Ну, не то чтобы заискивать, да, ну, по крайней мере, стараться не лезть на рожон и быть, ну, просто-напросто дружелюбным, потому что никогда не знаешь, какой человек и где тебе потом пригодится, и что он потом для тебя в итоге сделает. Иногда были случаи, когда мне казалось, что вроде я этих людей знаю, ну, просто вот так вот поверхностно, да, знаете, как бы, ну, мы вроде знакомые, что им для меня что-то делать, зачем. И в итоге эти люди потом фактически мою карьеру переворачивают с ног на голову. То есть, помогают здесь, помогают там. Я не буду сейчас как бы озвучивать фамилии, но это все работает. Да, это не очевидный способ, но он работает. То есть, вы набираетесь опыта, и вот с каждым, с каждым питчингом становится все больше, 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 все лучше, лучше, лучше пишете, и рано или поздно вы так или иначе зайдете в эту профессию. И я думаю, что, в принципе, у вас все получится. Удачи. И здесь, наверное, Саш, можно ответить на вопросы. Ядра, давай пробежим по вопросам. Так, во-первых, смотри, у тебя что-то из твоих фильмов есть в сети в свободном доступе? Что-то, что ребята могли бы посмотреть? Ну, смотри, значит, у меня есть сталкер сердца ангела, вот он в сети на ютубе есть. Короткометражка «Возвращенец», она, пока ее нет в сети, потому что она на фестивалях еще прокатывается и будет прокатываться, я думаю, что до, ну, еще с полгода, короче, до следующего лета. То есть у нас там всяких фестивалей много. Так, сейчас я пробегу, здесь много, достаточно. Ребята, мы писали. А сериал «5 минут тишины» выйдет, я думаю, в следующем году. Да, да, да. Вот. Как стать автором, которого продюсеры и редакторы уже знают? А если живешь не в Москве, как знакомиться? Как знакомиться? Ну, в принципе, то же самое, я же говорю, вот. Вот я увидел пост в Фейсбуке Олега Богатого. Вот мы там организуем, например, сценарное агентство. Я написал, он мне прислал форму, я эту форму заполнил, отправил, все, я даже не знаком, как бы, мы даже лично за руку не держались, грубо говоря. Но мы работаем с редактором Prior Production, Мария Заславская, очень хорошая женщина, девушка и профессионал. мы тоже лично не знакомы, но мы работаем точно так. Кстати, по поводу того, что отвечают, они на самом деле отвечают, если вы соблюдаете правила, да, то есть, допустим, если есть форма на сайте, и вы в точности соблюдаете эту форму, да, и посылаете заявку, которая соответствует, да. А еще посмотрите, прочитаете про компанию что-то, и будете знать, допустим, что эта компания снимает хорроры, это комедии, это детективы, и предлагаете заявку в том формате, который интересует компанию. Вот Елена пишет, у нас как раз неделю назад проходил бесплатник про, по написанию заявки телесериала, и в конце мы искали контакты продюсеров и отправляли заявки, да, то есть, понятно, что результативность здесь, ну, мягко говоря, не стопроцентная, но, тем не менее, вот Елена пишет, послала заявку в продакшн пару дней назад, через два дня мне написали ответ, заявка неплохая, так что читают и отвечают. Ну, это уже, я считаю, неплохой результат, да, написать на бесплатном тренинге, написать заявку, отправить и получить такой ответ. Значит, хороший бесплатный тренинг. Да. Потому что, если бы там была какая-то, опять же, лютая графомания, не ответили бы вообще. Да, и талантливый автор. Так, вот Гульнара спрашивает, насколько было тяжело переходить вам от писателя к сценаристу? Ну, тяжело, потому что, во-первых, я не умел даже банально писать синопсисы, потому что я старался работать, как по заветам Стивена Кинга, да, который ставит каких-то героев в какую-то ситуацию, в интересную, и смотрит, типа, как они сами там, ну, это же такая вот тоже история, что, типа, вот я за них не отвечаю, это все они сами, это герои сами варятся в соку. Но, действительно, если ты хороший автор, герои оживают, начинают жить какой-то своей жизнью. У них появляются характеры и прочее. Но если ты знаешь сценарную, как говорится, теорию, ты можешь эти все характеры докрутить до нужного уровня, да. Вот, даже если ты интуитивно чувствуешь, что герой должен быть вот таким, ты можешь в любом случае добавить там его черты и прочее, вот. И у меня была проблема вот как раз с синопсисами. То есть я не умел делать, не любил писать, я писал сразу от начала до конца, то есть садился, и вот что получалось, то получалось. Вот, и поэтому мне пришлось как бы себя очень сильно переломить в этом плане и научиться это делать. Это было с потом и кровью. А, и отдельная история, конечно, заявки научиться делать, потому что синопсис это одно, синопсис это, грубо говоря, пересказ, ну, чего, зачем, как бы хронология событий. Вот, а заявка, она пишется от, отталкиваясь от характера персонажа, какую арку он проходит, и какой там финал, грубо говоря. То есть это отдельный жанр, которому тоже надо обучиться. Это тоже было трудно. Я бы вообще подчеркнул, что заявка и синопсис это, во-первых, два разных жанра, а во-вторых, это действительно, это отдельный литературный жанр. И это не промежуточная стадия перехода от идеи к сценарию, а это именно отдельный жанр со своими законами, со своей структурой, со своими правилами оформления. То есть у меня в свое время, для меня очень большим инсайтом было то, что слишком хорошо написанная заявка, да, она становится препятствием для развития сценария. Потому что очень часто приходится отказываться от каких-то вещей, которые, допустим, хорошо смотрелись на уровне заявки, а как только ты переходишь к, да, начинаешь по эпизоднике разминать, ты видишь, допустим, что какие-то события, которые там нормально смотрелись в коротком тексте, да, они очень плохо разворачиваются, скажем, в 8 серий, да, то есть ты их за 3 минуты показываешь, и все, и дальше что делать. И тебе надо придумать другое событие. Ну, в заявке вообще, в принципе, выпадает второй акт очень сильно, да, то есть там начало, завязка, трансформация героя и финал яркий. Вот это то, что должно заинтересовать продюсеров. Вот, еще тоже я бы добавил, очень часто сценаристы в заявках не додумывают историю до конца, и получается такое, да, то есть есть какая-то завязка классная, да, и дальше что-нибудь типа, а потом началось такое, да, или еще того чище, да, а что было дальше, вы узнаете, если купите у меня сценарий, да, если прочитаете мои книжки на Литресе. Да, 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 мне кажется, что любой опытный редактор, он сразу же понимает, ну, понятно, ты просто не придумал, что дальше. Да, да, бывают еще ленивые концовки, тоже непродуманные концовки, я тоже видел такие в заявках, очень много. Так, значит, сейчас, 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 вот хороший вопрос Ада задает. Алексей, было ли у вас такое, что одновременно писали книгу и сценарий? Сначала было, да, в прошлом году это было, потому что я завершал свои книжные проекты, книжные серии, мне надо было доделать, выложить, потому что у меня были запущены на Литресе, на Автор Тудэй и прочее, я их доделал, выкладывал, вот, и параллельно уже писал сценарии коротким метром этому же Сталкеру, Сердце Ангела, потому что он снимался раньше. Это в этом году я уже вот чисто сценарием занимаюсь и, в принципе, ни на что больше не отвлекаюсь пока. Так, а когда может на рынке случиться передоз сценаристов? В свое время такая история была с пиарщиками, тебе их некуда девать. Ну, это, мне кажется, это не в ближайшее время, потому что проектов очень много, очень много платформ, и всем нужны сценаристы, и плюс же сейчас история с этими, вот, всеми делами, которые завертелись, да, люди уезжают за границу, ну, многие просто банально, ну, пока там еще работают на удаленке, там, и прочее, а потом могут эти концы тоже обрубить, да, вот, потом, опять же, кто-то отправляется на мобилизацию, то есть сценарные кадры будут требоваться, и мужчина-сценарист, наверное, будет даже больше ценичен. Ну, это я так предполагаю. Мужчина-сценарист с диагнозом. Да, да, да. С отсрочкой мобилизации. Да, с броней. Да. Так, вот про Лигу кино спрашивают, сейчас, что-то у меня улетел этот вопрос, сейчас, секунду, ребят. Где-то видел вопрос про Лигу кино. Сейчас. А, вы сейчас с Лигой кино работаете, что-то про них последние полгода ничего не слышно. А где про них должно быть слышно? Я не знаю, где про них должно быть слышно. Сценарное агентство работает, договора подписываются, сценарии делаются, сериалы снимаются, что еще надо. Ну да, ну, здесь, мне кажется, тоже есть такая штука, она называется сайт kinoteatr.ru. Вот заходите туда и смотрите, да, смотрите фильмы, выбираете, допустим, фильмы, сериалы, да, то, что угодно, да. Свой жанр, год, да, то есть там есть сериалы новые, которые выходят, и фильмы новые, да, и прошлый год. Заходите и смотрите просто, да, в вашем жанре, например, вы в жанре хоррора работаете. Зашли туда, нашли, посмотрели, да, и смотрите, какая компания выпустила, какой хоррор. И очень быстро, да, очень быстро собираете срез из 5-6 компаний, которые этими занимаются. Дальше находите в интернете их контакты, смотрите, изучаете сайт, что там происходит, какая там жизнь, и чаще всего там просто тупо есть форма, которую ты можешь заполнить и отправить, отправить редактору. Да, Саша, ну ты говоришь сейчас не про агентства, там спрашивали именно про либо кино, это сценарное агентство, а ты говоришь про продакшн. Продакшн, ну да. Ну, с агентствами та же самая история. Слушай, есть Stardust, есть среда агентства, то есть их сейчас становится все больше и больше. Когда я начинал, было одно агентство, Cinemotion, да, то есть ты либо работаешь в Cinemotion, либо у тебя нет агента. Вот, сейчас их, в общем, все больше и больше. И то же самое, как правило, на сайте вся информация есть, то есть легко, легко выйти. Агентство это фильтр, на самом деле. Ну, мы про это говорили, что работать предпочитают с создаваемым автором, с комфортным автором, ну вот этот как раз фильтр, с основным агентством, для этого именно. Да, а вот, кстати, Денис тоже пишет, Денис Федичкин, отправил заявку с рабочим названием Лето Маргариты, ответили спасибо, заявку приняли. Ну, видимо там, в работу приняли. Ну, вот то же самое. Это скорее всего автоматический ответ. Может быть и так. Да, то есть автоматические ответы, да, то есть часто и издательство, в том числе, вашу рукопись получили, она будет рассмотрена там, рассмотрена. Когда, ну ты знаешь, Леш, мне кажется, что сейчас, по сравнению с тем, как все было, скажем, лет 10-15 назад, сейчас все-таки действительно люди читают, и действительно движение каких-то текстов, да, действительно и издательство, и компании заинтересованы в том, чтобы получить нового интересного автора. То есть, вот, реально, лет 10 назад была такая тенденция, что новые авторы не нужны, да, и у нас есть, допустим, там, команда 5 авторов. Они пишут, там, Лесник, Мясник и, там, Смотритель Маяка, да, 8 сезон. Вот, и они пишут сезон за сезоном, и все у них хорошо, все стабильно, НТВ покупает, ставит в эфир, да, и все, все как бы хорошо. И тогда вообще новые проекты не запускали. Там был какой-то год или два, когда НТВ не запустило ни одного новых, ни одного нового проекта. А сейчас появились платформы, и началась конкуренция с платформами. Да, то есть, и сейчас уже, как бы есть выбор. Ты проект можешь нести на канал, а можешь нести на платформу. А на платформе, там вообще не ограничено. Да, то есть, и там никто не скажет, а у нас нет места в сетке. Ну, вот оно, все время мира есть. Поэтому... Нет, авторы сейчас нужны, авторы нужны, и вот как раз, и в издательствах обычных, то есть, по книжкам тоже самое, сейчас история. Сейчас часто спрашивают редактора из издательств, печатных книг, да, а что, ты нам что-нибудь там, это сделаешь? Ну, как бы, ребята, ну, как бы, у вас денег-то сколько? вы как будете конкурировать, ну, ну, как бы, да, хорошо, я хотел бы, блин. Хорошо, Леш, большое тебе спасибо, мне кажется, что очень интересно и полезно, и я рад тебя, рад тебя повидать. Я тоже очень рад, если что, зови всегда, с радостью. добро, добро, Все, пока-пока, обнимаю. Ребят, пишите в чате, пишите в комментариях, много-много спасибо, Леша, и мы переходим. Всем пока, всем удачи. Пока-пока. Следующий.